Перепады настроения во время беременности наступают еще на ранних сроках вынашивания ребенка. Проявляются они излишней агрессией, плаксивостью, тревожностью. В особых случаях может наступить депрессия. Некоторые мужчины уверены, что беременные ничем не отличаются от обычных женщин, и что плохое настроение во время беременности – это не что иное, как прихоти будущей мамы. Но медики с уверенностью уверяют скептиков, что капризы при вынашивании ребенка имеют место быть. Причины плохого настроения во время беременности кроются, как известно, в гормональном фоне. Организму очень сложно подстраиваться к изменениям с той скоростью, которая позволит малышу развиваться комфортно. Конечно, от этого страдает и женщина. Она даже может отказываться от еды или полноценного сна, просто потому что нет настроения. А если будущая мама еще и продолжает работать, то масло в огонь обязательно подольет ее напряженный график. В таких условиях при беременности на ранних сроках могут наблюдаться сильные перемены настроения. Иногда причиной постоянных капризов являются изменяющийся обмен веществ, при котором плаксивое настроение девушки только усиливается. Во время беременности близкие и родственники частенка открывают для себя новые качества будущей мамы. Некогда спокойная, уравновешенная женщина превращается в тигрицу с острыми когтями. Когда женщина ожидает только первого ребенка, она впервые ощущает себя в новом амплуа. Но в отличие от актрис, с настроением которых меняется лишь одежда, беременные должны пройти полную перестройку, затрагивающую каждую клетку организма. Такое непредвиденное состояние приводит девушку в ступор, из-за чего настроение также нестабильно. Жизненные обстоятельства тоже нельзя вычеркивать из списка ситуаций, влияющих на перепады настроения во время беременности. Смена дома, работы, негативные потрясения приводят состояние матери в настоящую разрушительную силу для малыша. Хочется отметить, что любые неприятности, не касающиеся здоровья, обязательно пройдут, а вот нервы, которые вы потратили, переживая свое горе, никто вам не вернет. Как поднять настроение во время беременности? Вот вы уже вместе с малышом прошли половину срока и стали замечать, что ваше настроение во время всей беременности никак не улучшается. Тогда стоит прибегнуть к советам психологов. Чтобы оградить себя от многих проблем, нужно хорошо высыпаться. Вообще сон это лучшее лекарство, он помогает при многих болезнях, а справиться с переменами настроения, особенно на ранних сроках беременности, ему не составит труда. После сна второе лекарство это активность в пределах нормы. Если вам нельзя ходить в фитнес-залы, прогуляйтесь по парку, возможно у вас уже есть ребенок, тогда прогулки каждый день вам обеспечены. Не старайтесь перекусывать на бегу, сколько бы дел вас не окружало, помните о ребенке, сидящем в вашем животе. И не забывайте о своем настроении. Бывает, что голод вызывает массу негатива, что провоцирует плаксивое настроение. Во время беременности лишние слезы могут лишь нанести вред, поэтому следите за рационом. Перепады настроения во время беременности могут существенно снизить свою силу, если будущая мать будет заниматься своим любимым делом. Часто бывает, что в декрете до рождения ребенка у женщины появляется немного времени для того, чтобы уделить его себе и своим интересам. Поплавайте в бассейне, сходите в цирк, начните вязать, если долго этого хотели. Когда наша душа получает то, чего ей хочется, мы успокаиваемся. Когда муж постоянно на работе, а подруги не хотят вникать в беременные дела, женщине очень сложно справиться со своими переживаниями. Ими нужно обязательно с кем-то делиться. Поговорите об этом со своей мамой, сестрой, психологом, наконец. Если уж ситуация совсем безвыходная, заведите личный дневник и рассказывайте ему все, что только пожелаете. Расслабиться и забыть о проблемах помогает массаж. Помассируйте виски, ноги, руки. Попросите свою вторую половинку размять вам спину. Кровоток в сосудах улучшится и настроение поднимется. Вообще очень важно держать боевой настрой всю беременность. Если вам приходится туго, запишитесь на йогу. С помощью нее многие мамы приводят свой организм в состояние равновесия. Настроение женщины во время беременности может опасно меняться. Все чаще гинекологам приходится направлять маму к психологу, который награждает ее неприятным диагнозом депрессии. Это душевное страдание отличается от плохого настроения тем, что человек начинает принимать сложившуюся ситуацию крайне негативно. Он не знает выходов из своей ситуации и зацикливается на эмоциональных переживаниях. Женщины тем более в состоянии ожидания малыша подвержены такому состоянию в 4 раза чаще мужской части населения. Это и понятно, ведь представительницы прекрасного пола более чутки к жизненным процессам. Депрессия может возникнуть, если беременность нежеланная или когда вся семья против будущего ребенка. Бывает и так, что женщина регулярно принимала антидепрессанты, которые ей пришлось отменить из-за ее состояния. В таком случае депрессия может поджидать ее на любом месяце беременности. Моменты проявления болезни женщина требует к себе много внимания, поэтому ее близкие должны иметь в запасе несколько способов, которые помогут убрать перепады настроения во время беременности. Узнать о начале болезни помогут следующие симптомы. Резкая потеря интереса к окружающему миру. Близкие не в состоянии понять, как улучшить настроение, чтобы во время беременности не наступило никаких психологических срывов. У беременной пропадает аппетит. Она не может сосредоточиться и принять важное решение. Женщина начинает ощущать себя ненужной. Она подумывает о самоубийстве. Ее беспокоит боли, которые не поддаются лечению. Если вы страдаете депрессиями, сообщите об этом своим домашним. Подготовьте для них примерный план действия. Возможно, при надвигающейся депрессии они найдут способ улучшить вам настроение, чтобы во время беременности вы чувствовали себя хорошо. При тяжелой форме депрессии врачи просто не могут обойтись без таблеток нового поколения. В их состав входят ингибиторы, вещества, замедляющие процессы, которые приостанавливают тревожное состояние в организме. Такого рода антидепрессанты менее вредны. Так как это третье поколение лекарств от плохого настроения, ученые утверждают, что побочных эффектов у них намного меньше, чем у их предшественников. Это значит, что они легко усвояемы, поэтому их иногда можно принимать и беременным. Чтобы не приходилось пить таблетки, надо всего лишь много гулять и веселиться вместе со своей семьей. Перепады настроения во время беременности – обычное дело будущих мам. Хотя это и ожидаемое явление, стоит все же заранее подготовиться к нему. Например, найти занятия по душе или побольше общаться с подругами. Главное – это слушать врача и защищать своего малыша. Не думайте о наступающих порывах гнева, знайте, что вы можете держать себя в руках.